друзья начинаем формальную часть нашего вебинара я выключил звук не удивляйтесь выключил звук для всех кроме организатора и вот михаил юрьевич марин может включить свой звук потому что ему сейчас выступать вот я некое введение введение сейчас дело к нашему вебинару первому вебинару новой осенне-зимней сессии 2022 года сегодня 26 октября 2022 года московское время 16 часов 3 минуты начинаем наш вот первый как я рассказал вебинар осенне-зимней сессии 22 года и название и прочие детали я чуть чуть попозже скажу сначала объявление о о вебинаре мы у нас есть вебинар называется климова зателепина но у нас есть такая неформальная типа но такой организационной структуры бюро которое входит три человека это климов паркомов и зателепин мы обменивались мнениями по поводу организации как это проходило вот предыдущие годы уже два с половиной года мы это все видео вот и в зуме и пришли к такому выводу тут я должен были критические замечания и предложения по организации хотел бы отметить савченко савченко который очень ну так немножко с надрывом в общем то но 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 тем не менее полезно он писал о том что надо бы что-то менять но мы это и без него понимали обсуждали эту тему вот и приходим пришли к следующему выводу вот я сейчас его вам предлагаю во-первых мы будем вот в эту осенне зимнюю сессию проводить вебинары два раза в месяц два раза в месяц один вебинар в середине месяца и один вебинар в конце каждый раз отдельно я буду извещать когда конкретно вот особенно привязываться не будем это обычно с каким-то конкретным датам это обычно довольно сильно зависит от возможностей выступающих это первое соображение второе в этом первое важное изменение раньше мы делали это каждую неделю и второе важное изменение я буду рассылать по-прежнему рассылать видео всех вебинаров вот вечером сразу после вебинара и я прошу реагирую как бы реагировать на эти видео вот каким образом если есть интерес продолжить обсуждение этого конкретного доклада то мы можем на следующей неделе за через неделю после какого-то вебинара провести просто круглый стол по этому вебинару в свободном формате без предварительной записи а просто обменяться мнениями потому что в обсуждениях обычно ничего толком не скажешь еще еще не вдумался не понимаешь толком а вот подумать неделю как-то собрать мысли воедино и потом выступить это было бы полезно это закрепляет информацию по выступлению и позволяет ну как бы продвигаться вперед а теперь о сегодняшнем вебинаре значит сегодня у нас докладчик марин михаил юрьевич вот он сейчас на ваших экранах вот и название доклада название доклада изучения леннер в обратно вихревом плазменно-энергетическом плазменно-энергетическом генераторе 2 вот вторая модификация ну вот пару слов хочу сказать вот об этой работе ну таких вот общих совершенно во-первых речь идет о вихревых о вихревом течении значит я напомню что пожалуй первым скорее всего и наверное единственным которые тут вот к тому моменту к тому моменту это было много лет назад занимался вихревыми леннер исследованиям это был климов анатолий иванович который начал это дело он это ориентировался тогда кстати это много лет назад не было толком и понятно почему собственно вихревые течения вот в этих леннер устройствах отличаются от обычных течений таких просто прямо прямоточных вот но я подозреваю что и до сих пор то толковых объяснений таких признанных и утвердившихся еще нет но напомню что у вот этих вот вихревых таких устройств есть предшественник очень известный так называемая вихревая трубка ранки вот она была там даже еще перед второй мировой войны открыто там очень интересное разделение потока газономического на теплой и значит холодную часть какое-то нарушение энтропийное происходило по моему и по трубке ранки толком нет какой-то внятной теории это моя точка зрения академик леонтип свое время предложил модификацию трубки ранки в которой использовался уже обратно вихревой поток поэтому то что мы сегодня послушаем то это трубка значит развитие в какое-то развитие вот этих идей связанных с вихревым но с обратно вихревым течением вот меня поправил трубка ранка но по-моему ранки все-таки может быть я ошибаюсь теперь значит у меня есть некие соображения на по поводу названия но я их выскажу сегодняшнего доклада но я выскажу в конце после завершения завершения собственно доклады михаил юрьевич вам слово вы можете свою презентацию вывешивать на экране у вас есть возможно да мы видим видим спасибо видим презентацию отлично итак коллеги ночи я представляю скотники доклад по интерпретации характеристик в обратно вихревом плазменном энергогенераторе как мы его назвали это коммерческое название продолжение логическое продолжение работ которые как правильно сказал уважаемый скот ведущий скот значит она аскать анатолий ивановичем климовом да и собственно скот говоря скот не значит анатолий иванович климовым аскать до сих пор они скот успешно продолжаются я скот напомню скот немножко скотта о скот прогрессе самый первый вихревой скот реактор это был скот горизонтальная в котором анатолий иванович скот начинал свои работы и после скот приведения скот достаточно большого скот объема скот исследования было был сделан вывод тогда что значительно более скот интересней и с точки зрения скот расширения скот диапазона возможностей и с точки зрения расширения скот конструктивных возможностей желательно было бы этот скот реактор скот поставить вертикально для того чтобы в том числе можно было бы использовать жидкие электроды значит нами было сделано такая скот конструкция и в настоящий момент вот этот правый снимок скот такая конструкция скот находится в ивтане из к до сих пор успешно продолжает работать отличие в том что скот не только скот твердотельные скот электроды скот используются но в скот нижнем скот электроде имеется некая такая скот чашечка на которой можно было бы скот размещать жидкий скот электрод для скот скот улучшения скотерозийных способностей плазмы значит когда были скот анатолий ивановичем совместно с нами скот проведены скот работы вот на этом я вернусь скот пардон к вихревому скот реактору скот вертикального скот размещения скот нами был сделан вывод собственно сказать говоря для скот улучшения его стабильности и возможности перехода к техническому скот изделию необходимо сделать так чтобы скот разряд устойчиво скот поджимался к оси разрядной трубки и в этом случае мы могли бы скот работать на таком скот реакторе практически искать неограниченное время именно поэтому нами было скот разработана скот конструкция послом нами я имею ввиду скот коллектив весь мы искать не разделяем как бы скот коллектив сотрудников утана и сотрудников нвт и мы как бы в общей каше варимся значит нами было скот разработана скот конструкция со скот двойным скот вихрем вот если вас как вертикальным пвр скот подаваемый газ воздух заходит вас как пвр сверху закручивается и выходят вниз то вот в этой конструкции о которой скот идет речь газ рабочий он заходит в скот реактор первый вихрь значит потом на схеме скот реактора вы увидите отталкивается от нижней опоры скота разворачивается и внутри первого вихря уходит наверх и вот здесь сопло и уходит на выход при этом скот электрический скот разряд стабилен всегда находится в одном и том же месте скот жестко скот привязан к оси скот разряда и такая система у нас может работать ну мы уже раз как проверяли скот часами при этом скот измерения характеристик они остались те же самые мы меряем к температуру газовой смеси на входе скот мощность которая подается к скот электрическому скот разряду искать температура на выходе особое внимание надо уделить скот потерям на таком скот реакторе для того чтобы мы правильно могли оценить его коэффициент эффективности которые мы привыкли скот называть коп вместо скот электрического скота разрядов скот размещается скот любой накрывательный элемент который выбирает тоже самое искать электрическую мощность к которому скот подводятся тоже самое Электрическая мощность, которая измеряется на электрическом разряде в рабочем режиме. Проводятся те же самые измерения на входе и на выходе температура, электрическая мощность, тот же самый газовый поток воздуха. И мы получаем коэффициент эффективности работы реактора или коэффициент потерь в условиях, когда отсутствуют электрические разряды, в частности, отсутствуют условия для протекания низкотемпературных ядерных реакций, как мы его называем. Кроме такого типа калибровки, достоверность полученного результата проверялась следующим образом. Вместо какого-либо газа, который поступает в разрядную трубку, подается аргон, инертный газ. Здесь поджигается электрический разряд и проводятся те же самые измерения. Со большой точностью вот эта цифра калибровки повторяла калибровку нагревательным элементам. Значит, особо по схеме измерения здесь, собственно, говорить нечего. Она достаточно стандартная. Нужно остановиться только на одной особенности. Это измерение температуры газа на выходе. У нас есть конечный диаметр трубки, через которую выходит газ. Также внутри трубы сохраняются вихревые течения. Это означает, что для корректности измерений вы должны мерить среднюю температуру по потоку. И когда мы проводим измерение коэффициента эффективности такой установки, основываясь на разности температур входной и выходной, мы говорим про среднюю температуру по потоку. Для этого изготавливается гребенка термопар, который размещается в этой трубке и проводится измерение в нескольких точках по диаметру и вычисляется элементарным способом среднее значение. Эффективность работы КОП тоже понятна. Она зависит от коэффициента потерь, мощности приложенной и разницы температур, ну и, соответственно, теплоемкости газа внутри реактора. Того газа, который используется. После проведения достаточно большой группы, серии экспериментов, которые начинал и Анатолий Иванович, а потом нами был подхвачен, мы выяснили, что, собственно говоря, в качестве рабочего газа достаточно иметь атмосферный воздух с небольшим добавлением водорода. Откуда мы можем взять водород? Мы можем, естественно, поставить баллон и добавить туда какое-то количество нормального водорода H2. Но мы выяснили следующую интересную особенность, что если мы подаем туда воздух естественной влажности, не пересушенной, тот, который мы дышим и используем в окружающей нас атмосфере, этого вполне достаточно, чтобы иметь такое количество воды, пара для работы реактора с водородом. Материалы катода никель и, как я вам показывал на фотографии, есть возможность размещения чашечки для использования жидких электродов. В качестве жидкого электрода мы используем литий. Ну и, естественно, порошок гидридов титана. При этом мы имеем следующие возможности работы такого реактора. Первый вариант, который дает не слишком большие значения коэффициента эффективности, при этом, как я сказал, это максимально устойчивый режим работы реактора. Время работает в таком режиме несколько часов и больше. Зависит этот режим, естественно, от расхода электродов и расхода порошка гидридов титана. Если же мы переводим наш реактор в режим максимальной выходной температуры, какую мы достигаем температуры, я вам покажу, то такой режим не позволяет работать нам больше, чем порядка 10 минут, а вообще, так говоря, и меньше. Значит, происходит это из-за того, что совершенно конкретный реактор, конкретная конструкция не рассчитана на те температуры, которые вы сейчас увидите. И последнее, то, куда мы будем в ближайшее время стремиться, это некий импульсный периодический режим, когда у вас... Электропитание разрядника, электропитание представленного вам реактора, подается в импульсно-периодическом режиме. При этом, к сожалению, пока мы дидактили устойчивого режима, мы видим, что нужно именно по этому пути стремиться. Резко возрастает коп, но при этом очень быстро перегорает сам реактор, не выдерживая тех температур, которые мы достигли. Итак, оптимальное значение это около двух единиц копа. Значит, я прошу вас учесть следующую вещь, которую мы намеренно из всех наших расчетов и обработки эксперимента исключили. Да, конечно, мы знаем коэффициент потерь, но для того, чтобы избежать всякого рода замечаний, инсинуаций, что вы неправильно меряете, вы неправильно калибруете, на самом деле потери, они другие, больше, меньше, как угодно. Мы вот этот коэффициент КП убираем из нашего расчета и получаем цифры чисто, которые зависят от разницы температуры, разделенная на электрическую мощность и умноженная на теплоемкость газа. Значит, если бы мы учли при этом коэффициент 0,6, то вот эти цифры нужно было бы разделить 0,6. Но мы как бы это оставляем в покое. Что это за температурные кривые? Как я вам говорил, мы меряем температуру в разных точках по сечению потока. У нас есть максимальная точка потока, где температура составляет порядка 300 градусов, минимальная точка потока, где-то порядка 70-80 градусов, и некая средняя точка по потоку, это 150-200 градусов. Таким образом, взяв вот эти три значения, машина пересчитывает некое среднее значение. Нижняя точка – это начало, это температура окружающей среды, температура газа, который попадает на входе в воздуходдувку. При переводе реактора в режим максимальной температуры у нас выходная температура, еще раз я показываю некую среднюю величину, это порядка 150-200 градусов. Средняя величина, здесь показана средняя, вычисленная величина, составляет от 500 до 800 градусов максимум. При этом незначительно выше становится КОП. Естественно, он, как я уже говорил, он без учета коэффициента потерь. Вернее, делим на коэффициент потерь, мы получаем цифру значительно больше. И, наконец, самое интересное для нас и перспективный режим, в котором мы будем в ближайшее время стрениться, это режим импульсно-периодической накачки нашего реактора. Естественно, подбирается частота, скважность и периодическое напряжение, сила тока. И при удачном подборе всех вот этих параметров, это все зависит от расстояния между электродами и скорости потока. Расходы газа. Мы нашли такой режим, при котором температура зашкаливает за 1000 градусов и коэффициент эффективности от 4 до 6, а может быть, еще и выше. К сожалению, на настоящий момент средств измерить, технических средств измерить температуру выше 1000 градусов у нас просто нет. И это как бы наша дальнейшая перспективная работа. И что мы дальше планируем в самое ближайшее время, ближайшие полгода сделать? Как я и сказал, это импульсный периодический режим, это наш приоритет. Мы считаем, что реактор на основе вот этого разряда с наибольшей эффективностью должен работать именно в таком импульсно-периодическом режиме, как я повторяю, со условием подбора всех характеристик. А это и частотные, и абсолютные характеристики напряжения, электроды и скорость потока рабочего газа. При этом понятно, что будет иметь место расход электродов. Для этого надо сделать системную автоматизированную подачу электродов и удержание этого постоянного расстояния системы обратной связи для того, чтобы понимать, что мы работаем в оптимальном режиме. Самое интересное то, что необходимо отказаться от системы измерения температуры путем термопарного измерения. Необходимо мерить интегральную температуру, так как мы делали в свое время в одном из докладов я вам рассказывал про водородную тематику нашу. Мы измеряли интегральную температуру в водородном реакторе именно таким образом. Мы туда подавали поток, отказались от системы термопар. Получали интегральную температуру. которая позволит измерить абсолютно надежно выходную температуру после реактора на каком-то расстоянии для исключения замечаний по поводу того, что есть электрические помехи на термопарах или нет. ну и как бы логически идет это преобразование тепловой энергии в электрическую и достижение надежности работы такого устройства. Вот собственно говоря мой доклад закончен. Я готов ответить. Спасибо Михаил Юрьевич значит вопросы тут будут конечно появляться у меня есть вопросы но я бы хотел попросить я его что-то не вижу он по-моему входил выходил Анатолий Иванович ведь доклад делали вы значит готовили доклад и на конференцию но так сложилось обстоятельство что вы не смогли выступить конференции поэтому я попрошу Анатолия Ивановича что-то добавить к этому докладу наверняка ему есть чего сказать конечно Анатолий Иванович тебе слово большое спасибо Валерий Николаевич ну я бы хотел может быть воспользоваться своим там экраном если можно Михаил можно там это закрыть сейчас я пытаюсь найти кнопочку вот это наверное да 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 все закрылось отлично только вывешивай свою презентацию так внизу да я вижу видно там все отлично да видим значит ну уважаемые коллеги ну я должен отдать должное значит Михаил Юрьевич вот как организатору совместных работ это его заслуга в том что так сказать на новой площадке новыми так сказать независимыми людьми вот по сути дела я там роль консультанта выполнял значит вот по сути вот эта вот тематика значит была развернута и она находится в таком уже в рабочем состоянии в рабочей готовности значит это многого стоит потому что независимые установки независимые источники питания все независимое значит в том числе и значит диагностика так сказать тщательная когда люди пытаются все-таки своими методами значит ну своим опытом воспользоваться для того чтобы сделать такую ну независимые измерения и от этого конечно надежность полученных результатов она только увеличивается так сказать значит понятно что вот там артефакты связанные с участием одной команды значит когда вроде бы все хорошо кажется и все отлично но не замечаешь многие важные моменты значит в этом плане я благодарен Михаила Юрьевича значит многое было сделано значит и вот действительно установка в рабочем состоянии значит я собственно хотел несколько слов добавить по тому значит вот классу измерений которые значит имеет смысл еще освоить еще до конца значит ну это пристрелочное так сказать это предварительные результаты не окончательные значит ну понятно что ставка сделана была на калориметрию и более того термопарную калориметрию значит в вихревом потоке должен сказать что вот измерения с помощью термопар вообще в любом газовом потоке это вещь в себе и в этом плане конечно надо учиться грамотному газодинамическому эксперименту ну вот допустим в снимах там Михаил Яковлевич Иванов у нас работает может рассказать значит дело в том что термопара меряет на самом деле какую температуру она меряет для того чтобы энтальпию потока нам надо температура торможения поток то есть поток должен вблизи кончика термопара должен затормозиться в этом плане конечно значит вот просто термопару так сказать поместить это неправильно надо ее в кварцевый стаканчик чтобы поток там действительно останавливался ну и вот все это пытались все-таки внедрить уже на установке Михаил в Зеленограде значит вот но опять там значит гребенка была сделана так сказать это уже хорошо значит профиль был но вот значит и даже длинная трубка по которой смотрели как будет убывать значит или там как будет меняться температура дело в том что вихревой реактор вот как показывает наши расчеты значит выполненные вместе с Самарой в рамках гранта Миннауки значит ну вообще-то говоря вещь в себе так сказать ну почему вещь в себе потому что значит выходя если бы это был равномерный поток в нем и то много всяких чудес потому что выходя из реактора струя начинает смешиваться с окружающим воздухом и охлаждаться затопленная струя получается значит если мы имеем вихревой поток там вообще так сказать намного все сложнее почему потому что происходит взрыв вихря центробежными силами они не уравновешивают его разносит на выходе сопла в дребезги и подсасывается одновременно по центру по оси холодный воздух вот в этом плане понимаете какая вещь получается значит очень сложная с одной стороны значит появляется присоединенная масса вот засасываемого потока мы точно не знаем значит расход значит мы знаем расход который обеспечивает нам воздуходувка но это не тот расход который получается на выходе сопла там появляется так называемая присоединенная масса воздуха значит засасываемого значит это раз второе значит вот профиль температуры и профиль скорости важно знать для того чтобы значит ну вот как показывают прямые измерения сделанные значит термонеметрическим методом и методом ПИВИ а было здесь я опять подчеркиваю в этой вот в этом реакторе были были сделаны значит как бесконтактные методы определения температуры параметров потока значит так и контактные методы вот один из прецизионных это метод оптической интерфериметрии был сделан значит и значит вот кроме того значит были сделаны вот я говорю распределение скорости померено распределение давления было померено значит вот профиль скорости был определен так сказать сопоставлен с расчетом значит и в итоге значит вот данные по ПИВИ были привлечены значит и данные по оптической спектроскопии которые позволяют вот здесь вот вы видите значит вот вот этот вот один из первых модификации плазменно-вихревого реактора но его здесь раскочегарили до того до такой степени значит что он работал как вот на самом деле реактивный двигатель то есть здесь даже образовалась тяга значит гудел как вот ну что здесь вот вы вверху видите завихритель значит он закручивает поток как в трубке ранка видно здесь вот дно от которого вихрь отражался и выходил уже вихрь в вихре выходил уже через сопло ну и вот такое длинное протяженное плазменное обзывание она даже наверху видно там светится можно спектроскопию оптической и здесь применять значит вот все профили температуры значит прям поточные вот значит все было померено значит вот на выходе сопла поэтому вот на сегодняшний день вот данные по плазменно-вихревому реактору значит они являются достаточно надежными но подводных камней там очень много вот там Пархомов говорит а я поставил вентилятор и буду крутить и буду мерить этот самый да не все так просто там сразу меняется вот течение в трубе с подводом энергии это вещь себе это же обужение канала происходит это все надо учитывать газодинамический эксперимент это самый прецизионный эксперимент если его делать правильно вот и в этом плане значит о чем я хочу сказать что вот к таким реакторам в котором имеется закрутка потока надо подходить значит ну очень продуманно очень обдуманно все все вещи взвешивать и вот тогда помните я вам говорил быстро у меня остывает поток значит на протяжении там буквально полметра у меня коп падает там от четырех до единиц ну так пришлось разбираться как всасывается засасывается холодный поток вот в эту трубку метровых размеров значит чтобы показать что трубка то длинная по ней транспортируется вроде горячий газ а все не так просто на самом деле значит течение очень сложное в этой трубе для того чтобы вот все-таки померить грамотно коп значит это вот раз второе на что я хотел обратить внимание все-таки значит есть вихревые прямоточные значит реакторы и есть вот реакторы которые обратно вихревые то есть как бы матрешка вихрь вложенный вихрь значит ну аналог так сказать трубки ранка значит если внизу там еще есть такой клапан можно щель делать чтобы так сказать и с нижней части выходил поток и с верхней внизу это холодильник вверху как правило так сказать это нагреватель так сказать в трубке ранка поэтому начинали с прямоточного но чем хорош обратно вихревых ну понятно что два вихря трутся друг от друга и есть менее нулевых скоростей имеется ввиду осевых скоростей не кондиционных а осевых тогда у вас значит поток здесь как бы заморожен он вообще находится практически неподвижно и в этом плане вот значит ну все двигателисты они с теми смотрят с надеждой вот на эту трубку ранка на вот эти вот значит трубы лаврентьева которых там значит Валерий Николаевич упоминал почему потому что именно в этих вот зонах с нулевой скоростью топливо находится очень длительный период и может хорошо смешиваться там вот грандиентными течениями значит ну и достаточно сказать что вот нам в экспериментах с обычным то есть пропаном стимулированных с помощью плазмы удавалось расширить диапазон обедненных смесей значит ну вот известно что стихометрические смеси самые лучшие для горожины но если отходишь там обедненная смесь то где-то там на двойке все затыкается горение прекращается нам удалось вот эти диапазоны раздвинуть в несколько раз до четверки десятки и при этом полнота сгорания вот а значит как мы полагаем и реакции Ленна в котором участвует по сути дела вот водород который нарабатывается из водяного пара который вот о котором говорил естественные примеси в воздухе или можно добавлять пары воды значит на самом деле он не рассчитан на работу на парах воды в первую очередь и вот эрозии значит никелевого электрода который здесь получается в режиме онлайн в наноразмерном виде то есть вот порошок который мы вылавливаем в водяном затлоре он наноразмерный то есть все для того чтобы сделать стимулированную реакцию нерв с помощью плазменных технологий все есть и при этом вот как я полагаю степень полноты реакции может достигать больших значений собственно одна из задач определить именно эту полноту реакции вот по известному расходу материала никеля по известному значит замеру наработки водорода в таком реакторе ну собственно этим сейчас мы и занимаемся значит производством дешевого водорода и вот по сути дела ну конструкцию которая позволяет нам даже отказаться от пара использовать ну так сказать либо вот значит вот жидкость мы просто наливаем на дно этого реактора или вот последнее достижение что мы хотим сделать это значит сделать хороший павлизатор для того чтобы делать распыл значит воды при этом конечно для испарения потребуется энергия и немало энергии но за того что энергию пара которую мы очень трудно учитывать от паровой машины если бы вот почему вот не стал говорить Михаил Юрьевич мы могли бы запустить водяную машину на первом этапе нам больше всего хотелось значит надежно получить пускай маленький ком был но надежно чтобы он был проверен так сказать независим и мне кажется это удалось в этом плане вот ну по сути дела основное достижение нашей совместной группы совместной работы вот ну о будущих планах Николай Юрьевич рассказывает единственное что я хотел еще раз подметить ну это вот мы правильно вели на двух площадках и в Зеленограде и в Эфтане значит у нас такой же был очень похожий значит в Эфтане находился в основном мы смотрели в Эфтане просмутацию элементов и вот в Зеленограде как раз Калашников есть который значит был очень удивлен он никогда не верил что там могут произойти так сказать вот результаты трансмутации элементов но когда собрал копыт со стенок трубы он сам побежал у него есть измерительные приборы и он показал что да цинк есть свинец есть ну то есть его не было но он наработался значит ну и вот еще одну картинку я уже показывал вот ну это так на десерт просто значит Михаил Евгеньевич подзабыл значит иногда у нас вот из этой чашки с рапплоном метров ну вот значит происходила сильная эрозия вылетали какие-то яркие шары значит вот ну мы их называли плазмой да они прям по стенке крутились и самое интересное вот обратите внимание они вы 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 выедали эту стенку прям пятнами такими значит мы все рассматривали эти следы глубина была прям ну на уровне может быть одного миллиметра то есть это заметные были каверны в следе значит ну вообще-то говоря вот просто так искры просто так вот плазма вот таких я еще ни разу не видел чтобы такие глубокие значит вот рыпины следы ну уж если говорить по аналогии со странным назначением то это так сказать уже не менее частица которая там трассер микронных размеров оставляет это уже настоящее аналог который ну вот реальное взаимодействие и мне кажется совсем немного для того чтобы она могла выйти из плена из этой кварцевой трубки так сказать у нас просто не стояла такой задачи вот ну это так на десерт для того чтобы в памяти оставалось так сказать что может сделать реальные плазменные образования плазмоиды которые уже так сказать живут своей собственной жизнью спасибо за внимание спасибо спасибо Анатолий Иванович друзья можно задавать вопросы вот у меня есть несколько вопросов но тут первый поднял руку Леонид Уруцкоев Лень пожалуйста тебе слово задавай свой вопрос сейчас пока вопросы а потом сможешь комментарий дать попозже Леонид включи микрофон микрофон вот сейчас включил молодец хорошо у меня такой вопрос Анатолий почему вы говорите про плазму есть вообще какие-то физические измерения меня лично ваш коп очень десятка это инженерные измерения и в этом смысле на мой взгляд первая часть доклада физически была абсолютно без содержания какие-то спектры ну вот плазма какая степень ионизация совпадает ли измерение температуры какая-то физика а не инженерии спасибо ну вопрос я не знаю Михаил Юрьевич к нам обоим или ко мне обоим ну я элементарно могу ответить на этот вопрос мы с капитой Антоли Ивановичем когда начинали совместную деятельность мы договорились со следующим что за нами как раз очень правильно было сказано Леонидом инженерная часть классику физику фундаментальные измерения фундаментальные исследования мы проводим в Ифтане то есть мы как бы зеркалим установки делаем в Зеленограде то же самое проверяем вот именно эти же характеристики но уже не с точки зрения изучения фундаментальных процессов а с точки зрения возможности инженерного применения результата поэтому то что вы задаете вопросы да конечно мы все эти вещи проводили проводили проводим но вы в Тане а не в Зеленограде ответ получен это вопрос по сути Климову но Климову я тоже попрошу не отвечать потому что я могу сказать что через две недели у нас будет вебинар следующий на котором Анатолий Иванович аналог этой работы но с упором уже на физические какие-то процессы проведет через две недели поэтому он там подробненько и ответит значит спасибо Леониду за правильное в общем-то замечание это даже не вопрос а замечание пока вопросов нет но вот я начну тогда задавать а может быть там у кого-то еще что-то появится значит и это вопросы не Климову а именно Михаил Юрьевич так вот во-первых ну во-первых ну немножко физический вопрос и ответ на него я знаю но все-таки проводились ли какие-нибудь электромагнитные высокочастотные измерения вот именно высокочастотные потому что вы подчеркиваете где-то можно увидеть это в докладе кстати это слабо прозвучало насчет того что это постоянный ток там постоянное напряжение но постоянно у нас ничего нет короче высокочастотные измерения какие-то тока напряжения может быть электромагнитного поля вокруг вот даже в вашей установке велись или нет? Ток напряжения, да, конечно, мы меряем импульсное и среднее значение, это обязательно, а электромагнитное излучение в окружающей среде, пока мы не перешли в выпульсный режим работы, нет, не проводились. То есть даже в радиодиапазоне, например, или в таком высокочастотном диапазоне, ничего не делалось, я уж не говорю про рентгеновские, там и гамма диапазона. Нет, пока нет. Ответ получен, но все-таки, значит, ток и напряжение-то вы мерили с какой-то точностью в переменном режиме. Вот какова составляющая переменного и постоянного? Ну, по процентам, ну сколько, 10-5 процентов, сколько? Нет, но у нас ток напряжения импульсный периодически, так сказать, в результате. Нет, 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 вот я говорю, не ваш перспективный режим, а вот когда вы в самом начале, постоянный у вас какой-то там есть режим, в самом начале. Постоянный режим. Там же все равно есть переменная составляющая, она возникнет автоматически, что плазма, она автоматически колеблется и все колеблется в результате, так? Так я именно поэтому, именно про это хотел сказать, что да, конечно, у нас при измерениях тока и напряжения на разряде непосредственно, значит, постоянная составляющая составляет порядка от полуампера до ампера при, так сказать, напряжении 400-800 ватт. И все остальное это импульсно-периодическая составляющая. При этом импульсно-периодическая... Скажите, 400 ватт постоянная, а переменная сколько? В процентах? В два раза больше. То есть 800 ватт переменная, да? Да. Что это за такой постоянный режим, такой серьезный переменный режим на самом деле? Ну, понятно, ответ получен. Спасибо. Теперь второй вопрос простенький. Вот смотрите, по сути дела я раскручу аудиторию, я вижу, что вопросы начали появляться. Вот. Второй мой вопрос. Друзья, поскольку не было вопросов, потерпите, я тут у меня еще примерно пять вопросов. Михаил Юрьевич, где каток, где оно? Пожалуйста. Только нужно, Толь, сними свою презентацию. Михаил Юрьевича вот заново ее вывесить надо. Сейчас я вывешу заново свою. О, здесь все написано. Оно внизу, вверху каток. Чашечка с жидкими элементами или просто твердо это внизу. У нас так и так было. Либо два никелевых электрода, один вверху, другой внизу. Либо внизу некая емкость для либо жидкости, либо порошка. То есть получается, правильно ли я понимаю, но поскольку у вас по внутренней трубке, где собственно разряд и идет, у вас ведь этот самый поток снизу вверх идет, правильно я понимаю? Да, правильно. Поток идет снизу вверх. То есть поток идет от анода к катоду. От анода к катоду. Да, ну вот это правильное направление. Спасибо. Это очень важно. Потому что если бы все было наоборот, как бы не было бы обратной вот этой вашего вихря, то тогда бы все надо было делать наоборот. Теперь следующий вопрос. Вот по вашей расчетной модели немножко. Значит, смотрите. Ведь вот вы там меряете гребеночка у вас есть, какое-то там распределение. И оно довольно заметное. Вот мы там у вас график, там один единственный, собственно, график в докладе был. Вот. Вот этот, да. Вот. И мы видим, что температура красная сильно отличается от синей и там вот этой греневой. Они сильно отличаются. Вот. Ну и могу сообщить, что, да это все мы понимаем, что по центру вашей трубки, значит, где самая горячая у вас зона течет мало газа, потому что геометрическое сечение просто очень маленькое, а по периферии течет много газа. Геометрическое сечение очень большое. Это как-то учитывалось в формуле? Нет. Объем газа, скажем, не учитывается пока. Ну вот, как бы сейчас сразу можно как замечание сказать, что все-таки вот этот ревиальный делается. Вы же геометрию-то, естественно, знаете хорошо. Вот. Можно учесть, у вас коп, я скажу, так сильно подсядет, как мне кажется. Я не зря сказал, что мы, скажем, намереваемся отказаться от этой системы, скажем, измерений и перейти к, скажем, к лабиуметрии. А, то есть выходной поток, что-то там будет греть, и вы там все в сумме перемешанное померяете. Да. Да. Да, это, наверное, правильно. Валерий Николаевич, я хочу все-таки добавить, значит, вот когда мы мерили, значит, мы мерили, значит, распределение скорости, распределение плотности, распределение температуры, значит, вот с помощью оптических и контактных методов. Я тебе должен сказать, что, вот, так сказать, различие, если точка на точку делать, так сказать, вот перемножать по профилю, значит, отличие было, ну, максимум 15%. Так что ты зря вот уповаешь на то, что там, значит, у них здесь сильно большая ошибка, не очень большая, так сказать. Ну, может быть, но тогда об этом, может быть, ты в своем докладе вот следующую неделю, через две недели, даже через три, друзья, на самом деле, реально. Вот. Сделаю упор на это, потому что это важно. Тут геометрия очень важна. Вот. Теперь, значит, ну, кстати, вот это то, о чем сегодня ты говорил, это связанное с температурами торможения, тут тоже, потому что у вас все-таки, наверное, довольно разогнанный поперечный, по крайней мере, в тенгенциальном направлении поток. Теперь, значит, вот вопрос к Михаилу Юрьевичу. Михаил Юрьевич, вот я вспоминаю ваш доклад у нас же на вебинаре, там вот год назад примерно. Водородном. В водородном вот этом устройстве, которое было очень мощным. Речь шла там о десятке киловатт примерно. И я напомню, что там было два, вот меня тогда очень-очень, как бы, можно сказать, даже потрясло, вот наличие двух режимов, я его так назову, яркий и тусклый, так вот, двух режимов, вот в разряде в этом. Вот, пожалуйста, напомните немножко, что там было вот эти два типа разряда, и что-то подобного типа здесь наблюдалось или нет? Значит, я тогда напомню следующим образом. Мы, значит, намеренно, сказать, отказались от той, сказать, установки, так как мы, значит, не можем методом, сказать, привлечения небольших, небольших, сказать, инвестиций, продолжать работы в том же, сказать, режиме, в котором мы раньше, сказать, работали в связи со, сказать, опасностью для жизни. Просто-напросто. И, кстати говоря, вы очень хорошо задали вопрос, и он сейчас будет перекликаться с тем, что я скажу. Два режима. Первый режим – работа на чистом водороде. В этом случае у нас небольшие относительно температуры, у нас коэффициент эффективности при этом четверка, при этом не наблюдаются мощные электромагнитные излучения, огромная яркость. И не наблюдается излучение в гамма-диапазоне. Значит, если к водороду мы тогда добавляли ДТР, то в этом случае, плюс к тому, что подскакивал КОП до где-то цифр 6-8, были такие эффекты, как очень мощное электромагнитное излучение в диапазоне до 1 ГГц. И мы при помощи гамма-спектрометра французской фирмы Комбера наблюдали полосы излучения, вплоть до уровня, если мне не изменяет память, 1,46 МЭЛа, и максимальное – это 2,12 МЭЛа. И мы как бы заметили отрицательное влияние работы этой установки на различные биологические объекты, в том числе самих себя. И мы от тех работ отказались в связи с тем, что у нас был недостаточный уровень безопасности, и мы просто-напросто перестали работать с ней. Сейчас она разобрана, она лежит на полочках. Я надеюсь, что она когда-то вдруг найдет свою нишу. Я напомню, там же в зависимости от скорости потока, Михаил, там было два режима. Я вот про это в первую очередь. А, значит, если вы про это, тогда вот что. До определенного порога, конкретно 3 метра в секунду, никаких эффектов не происходило. Комб был ниже единицы, температура выходная была родной, и никаких эффектов не происходило. Как только мы переваливаем за некий порог, начинается резкий скачкообразный рост температуры, копа. И в линии электрической цепи наблюдается превышение выходной и над входной электрической... Михаил, это вы напомнили то, что было. А вот в этой установке, вот вы же не привели никаких данных, очень скудный доклад, наверное, сложно подготовиться. Это можно понять. Вот в зависимости от расхода газа что-то меняется, что-то зависит. Вот вопрос. Да, конечно, значит, те цифры, которые мы сейчас показали вам, это уже оптимизированные цифры. Это оптимизированные по максимальному копу. Значит, безусловно, мы ходили вверх, мы ходили вниз, но при более высоких значениях поток, вернее, разряд срывается. При более низких он становится неустойчивым. Так, понятно. Вот уже немножко мы затянули мои вопросы, но все-таки я хочу довести до конца. Значит, вот очень важное, потому что я, может быть, лучше других знаю, я же и вас посещал, и вот и у Хлимову много раз бывал. Но лучше других знаю, поэтому я, может быть, хотя вопросы есть, друзья, потерпите, я вижу вас. Вот, значит, смотрите, Михаил, вот у вас вихревые, значит, течения. Вот какие-то зависимости, опять же, вы ничего не привели, какие-то зависимости, копы или еще чего-то. В зависимости от интенсивности вихря, прямого и обратного. Какие-то что-то на словах короткое. Значит, Валерий Николаевич, эти все вещи, значит, мы уже с Анатолием Ивановичем сказали, что это вещи, относящиеся к фундаментальным изучениям, проводятся в Эфтане, в Зеленограде. И этого, значит, ничего не делалось. Мы, значит, отрабатываем технические характеристики надежности и длительности, так сказать, работы реактора. Все, Михаил, ответ получен. Я был еще вопрос относительно... Вся физика, вся физика, это, так сказать, в Эфтане. Ну, Климов нам про физику расскажет через три недели, я уверен. Я просто хотел еще спросить, почему вы перешли на такую маленькую мощность? Вы же раньше при 10, это нам киловатты были, вот, и больше, там, 3 киловатта, вот, до 10. Но вы ответили, что вы просто за своей жизнью побеспокоились. И это правильно вы делаете. Значит, я свои длинные вопросы закончил. И, пожалуйста, перехожу к вопросам наших участников. Чижов, Володь, пожалуйста. У меня тоже несколько вопросов. Вы понимаете, что ваши процессы похожи на химические процессы. Чем больше вы даете, так сказать, вот, смеси в газах, тем больше у вас реакции. Вот как вы относитесь к этому? Так сказать, весьма, так сказать, положительно. Мы, так сказать, относимся следующим образом. Нам, в принципе, все равно, какие там идут, значит, процессы, так сказать, ядерные или, так сказать, химические, или они, так сказать, пороговые какие-то, нам важен, так сказать, результат, так сказать, технический. Ну, вот я пример приведу. Вы берете спичку. Она, так сказать, нулевую температуру имеет, полностью температуру. Вы поджигаете ее и получаете коп очень громадный. Но это не значит, что это, так сказать... Но спичка – это не эскотехническая. Ну, это, это, это вот как раз к химическим процессам вопрос. Вот. Вот у меня... Валерий, Валерий, дай, пожалуйста, ответить. Он же понял вопрос. Он, да, дай ему ответить. Ну, я, собственно, это самое, сказать, ответил, что здесь, значит, опять же, я, так сказать, повторяю, здесь у нас задача стоит не в, так сказать, изучении процесса, а в его, так сказать, техническом, так сказать, применении. И, так сказать, разработки уже, так сказать, применения... Ответ получен, Михаил. Михаил, не мучайтесь, ответ получен. Ответ получен, но вот я хочу добавить. Михаил, подожди, Володь, Володь, извини, вот как вы разделяете химический от того, что вы получаете... Володь, я хочу тебе ответить, применение ответа на твой вопрос. Мы поменяли расход материала катода, это, запомни эту цифру, 1 миллиграмм в секунду идет расход никелевого электрода, 1 миллиграмм. Если ты сожгешь этот 1 миллиграмм, химию привлечешь, это будет порядка 10 ватт, по оценкам, вот, из химических реакций, окисления, вот, это больше проектов, нет реакций. Понятно. Да, хорошо, Володь, еще вопросы. Все, у меня больше пока нет вопросов. Спасибо, спасибо Чижову, спасибо Чижову. Боб, Винье, your question. Боб, if it's possible, Марин will speak in English, but if it's possible, please use your subtitles, your system of subtitles, if it's possible, for another person, participants. Unfortunately, I can't do that without showing a presentation, so I will speak slowly. Друзья, не будет этих субтитров, но, пожалуйста, попробуем понять, чего Бог нас спрашивает. Ну, Марин прекрасно говорит по-английски. So, thank you, Марин. I understand that in some experiments you're using argon and hydrogen, and then in others you were using hydrogen with moist air, is that correct? Улья Николаевич, перейдите, пожалуйста. Ну, ты аргон использовал, он не понял, что ты просто в воду. Вот еще раз объясни, из чего состоит рабочее тело твоего газа. Толково. Не говори, что это обычный воздух, а скажи. I understood, so just water. So, we have established that with HHO, which you will generate in there, plasmoids, it gives a higher thermal temperature when it's interacting with carbon. And we've shown this in Japan, and we've shown it in our own experiments. It's significantly higher temperature. So, my question is, whilst I understand that you're using quartz for the enclosure, have you considered concentric graphite cylinder to protect the quartz from the plasmoids, and to thermalize the traveling strange radiation or plasmoids, and also in the output tube? I believe that if you line the inside of the quartz with a graphite cylinder and the output, you'll get a much, much higher thermal gain, and you'll be losing a lot of stuff that otherwise would be lost to the far field. So, have you considered using that? Bob, Bob, you mentioned about graphite electrode. You have... No, 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 that's not what I'm saying. I'm saying your reactor is encased in a silicon dioxide fused quartz cylinder, and that makes it good to look at, but it's losing a lot of radiation. And we found that with HHO, which you will be generating in that reactor because you're using water or moist air, that when it interacts with carbon, it produces a much higher thermal temperature. So, I think you're losing, potentially, a lot of heat gain into some other form of radiation. Not electrode. Not electrode. I'm talking about the encasing, the tube. Well, он говорит convertor... Понятно, окружающая труба будет. Он считает, что большой уровень радиации мы не учитываем, он уходит у нас, так сказать, безвозвратно. Мы про это, так сказать, говорим, что мы любой вид, сказать, калибровки, любой вид потерь пока не учитываем намеренно. Боб, мы согласились с вами, Римакс, и мы пытались использовать граффит, трансформер, ультравиолет радиации, в сервере радиации. Да, не только так. В будущем эксперименте. Вы показали, что у вас были демокрады к вашему фузу. Я понимаю, что вы. И я могу share с вами, что если у нас нет карбон в наш ХХО, то это может уничтожить материалы от 200, 300, 400 градусов, как тунгстен и татанин. Это может быть не более чем 700 градусов. Но если мы добавим 10% от гидроарбон в газ, то температура будет гораздо выше, но не уничтожить металл. Я agree с вами. Я знаю, я знаю, я знаю, что это результат. Гидроарбон в газ, и гидроарбон, гидроарбон является отличным способом для нас. No water, but hydrocarbon also will be useful for the leather. No, 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 I don't mean that. I mean that the thing that encases it, if you put hydrocarbon in, it does not create the coherent state as far as I can see. So you want the coherent state to do the transmutation, and then you want the carbon around it to prevent the loss of the excess heat. I agree with you. Okay. I agree. Okay, okay, Bob, thank you for your... Спасибо, Bob, за вопрос и за дискуссию некоторую. Некоторое недопонимание все-таки, но примерно понятно, о чем Bob говорит. По крайней мере, Климов лучше всех это понял. Спасибо, Bob. И, Александр Павлович Никитин, пожалуйста, ваш вопрос. У меня, как бы, в прошлом сети, на одного. Первый вопрос – это... Александр, Александр, у вас два устройства работают одновременно на Zoom. Одно из них выключите, пожалуйста, иначе мы ничего не слышим. Такая реверберация ужасная идет. У вас два микрофона. Еще раз попробуйте. Слушаем вас еще раз. Сейчас нормально? Говорите тише, может быть, будет нормально. Пожалуйста, спрашивайте. Нет, мы вас не слышим. У вас что-то с аппаратурой. Вы разберитесь с ней. Сейчас вас пропустим. А позже дадим вам слово. Юрий Евдокимов, пожалуйста, ваш вопрос. Меня интересует шаг закрутки и угол закрутки завистителя. Как вы выбирали, как влияет на коп? Шаг закрутки и угол закрутки завистителя. Из каких соображений выбирали? Мы не выбирали. Мы пользовались теми результатами, которые получил Анатолий Иванович. Но приблизительно тангенциальная скорость. Мы выбирали шаг за вихритель. Мы конструировали из того, чтобы шаг в спирали. Если сделать трассер в виде воды, тангенциальная скорость была приблизительно равна аксиальной скорости. То есть получается под 45 градусов идет трассер. Большие касательные напряжения на стенке получается. Сильный теплообмен, массовый перенос, теплообмен будет со стенкой. Так ведь, да? Ну, конечно. От этого шага и прочее. И КПД тоже будет, видимо, играть. Спасибо. Спасибо Евдокимову. Александр Павлович, вы починили? Да, он вообще пропал. Александр Павлович, ваш микрофон вообще пропал. Вот тогда, Чепелев, Володь, пожалуйста, ваш вопрос. У меня вопрос такой. В реакторе давление, я так понимаю, оно близко к атмосферному. Да. А вот давление в реакторе как параметр, влияющий на эффективность, на режим работы. Как вы его оцениваете? Хороший вопрос. Я еще раз только повторю, что… Володь, вы сделали то, что сделали. Это целая история. Это целая история. Вот некий прогноз, что ли, не знаю. Коллеги, еще раз я повторюсь, что все измерения фундаментального характера проводятся нами совместно с Атономом Ивановичем и его коллективом в Ивтане. Он вам доложит на его докладе. Здесь представлена некая железка, которая имеет оптимальные характеристики. Оптимул. Ну да, понятно. Понятно. Ответ получил. Спасибо Владимиру Чепелеву. Александр Павлович, еще раз попробуем ваш вопрос. Слушаем, слушаем. Давайте, говорите. Александр Павлович, у вас микрофон не работает. Вы выключили работающий микрофон. Я вам советую. Посмотрите, у вас в экране зума внизу есть шкала такая, где микрофончик нарисован в самом левом углу. И там правее этого микрофончика есть такая стрелочка. Нажав на нее, вы можете подрегулировать свой звук. Попробуйте этим позаниматься, а мы переходим к следующему. А к вам вернемся еще. Виктор Чибисов, пожалуйста, ваш вопрос. Правильно ли я понял, что плазма загорается в внутренней обратной спирали? Да, правильно. Второй, можно еще вопрос? Да, конечно. Не пробовали ли вы приложить внешнее электрическое поле и посмотреть реакцию этого плазмоида? Нет, мы не пробовали, говорит Анатолий Иванович, пробовал. Результат известен? Ну, конечно, известный. Конечно, поле влияет. Особенно магнитное внешнее поле влияет здорово на параметры плазмоиды. Электрическое поле внешнее тоже влияет, так сказать, но можно прижать плазму к стенке, так сказать, спокойно. В общем, есть влияльность. Спасибо, Виктор. Еще есть вопросы? Это не тема этого доклада. Может быть, этого коснется Анатолий Иванович в следующий раз. Так, и последний вопрос из того, что я вижу, это Евгений Михайлович Афшаров. Пожалуйста. У меня вопрос, связанный с импульсным режимом. Если можно, порядок ширины импульса и скважность? Можно. Значит, длительность импульса будет несколько наносекунд. Скважность, ну, расстояние между ними, где-то порядка 100 наносекунд. Я правильно понял? Да. Спасибо. Так, спасибо. Все вопросы закончились. И, в общем-то, можно выступить с обсуждением. Если кто-то хочет что-то сказать, пожалуйста. Но я рук вот не вижу, поднимите руку. Тогда, значит, ну, если можно, я начну. Может быть, как-то, ну, что-то, кто-то, возникнут мысли, и кто-то что-то скажет. Вот треки. Я хочу обратить внимание на треки, на вот этой трубке, в которой происходит этот разряд, плазмоид, как его. Это было показано вот в добавлении Анатолия Ивановича Клима. Вот если можно, да, Михаил Иванович убрал, вот, Толя, вывеси свою, и ту вот картиночку покажи, где там у тебя показаны вот эти ямы на этой самой, на вашей трубке. Вот он как-то, вот они, спасибо. Да, значит, ну, я, во-первых, должен сказать так, что Анатолий Иванович о них мне уже говорил, поэтому я был готов это увидеть. Может быть, и поэтому я так как бы реагирую, а народ вот наш другой как-то не очень реагирует. Вот, но это ужасно интересная вещь, хочу обратить внимание, потому что, во-первых, во-первых, это огромные образования, об этом вот Анатолий Иванович говорил, это миллиметры, по сути дела. Во-вторых, это дырка же в стекле, это дырка, стекло-то у вас, это же ведь, наверное, так сказать, не обычное стекло, а это хороший кварц с высокой температурой и так далее, плавление. Вот, а тем не менее, вот такие вот, и эта стенка, она снаружи охлаждается, а вот внутри, просто обычным воздухом, а вот внутри, смотрите, что творится. Причем, значит, вот это есть, правильно ли я понимаю, Толь, что это на наружной этой самой, на наружной второй трубке, что ли? Правильно я понимаю? Нет, это корпус реактора кварцевый, значит, вот. Ну, у вас тут две, у вас же две, внутренняя трубка и наружная. Нет, 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 одна труба, одна труба, это одна труба, и вот, значит, вот из этого катода нижнего, значит, у тебя вылетел, вылетали вот эти огненные шарики, которые, так сказать, ну, вообще-то говоря, центробежными силами отбрасывались на стенки и крутились вдоль вот этой вот, значит, внутрь. А, ну, то есть это не обратный реактор вот этот вот, а прямой как бы реактор, прямой этот реактор, не обратная спираль вот эта, правильно я понимаю? Нет, обратный вихревой реактор, все правильно ты сказал. Значит, вот вихрь сначала идет, вот спускается вниз, потом он отражается, и уже, и вот, по сути дела, вот этот электрод аксиальный находится внутри этого внутреннего вихря. Вот, поэтому вот этот шарик, он пронизывает два вихря, и, значит, вот центробежными силами, значит, вот он, значит, крутится по внутренней поверхности этой трубы, оставляя следы, значит, вот. Вот я и хотел сказать про следы, вот я вижу, что это не треки, а это следы, вот это очень важно, смотрите, это, как мы их называем, кратеры, если я правильно понимаю, тут не очень видно, но, по-моему, это кратеры. И вот смотрите, я напомню, я многократно об этом говорил, вот в выступлениях о наших экспериментах, вот в лаборатории НЛИС, где мы, ну, другие технологии, но мы там неизвестное излучение регистрируем, и вот я вижу, я почти, у нас почти не бывает треков, у нас всегда кратеры, но мы используем, значит, вот, всегда вот эти регистраторы треков, мы всегда используем, значит, конверты. Либо из бумаги, либо из полиэтилена, вот, и у нас почти никогда нету треков, а всегда кратеры, и напоминаю, что вот здесь, здесь нету пыли, здесь нет ничего как бы лишнего, кроме резионных частиц, вот, но они не чертят ничего, а они прожигают дыру. И это очень сильно, значит, вот, как Анатолий Иванович любит говорить, льет воду на мельницу, значит, за телепина-баранова, которые говорят о том, что вот это не кинетическое воздействие на вещество, а это химическое воздействие на вещество, только химия такая своеобразная, мы ее называем химия второго порядка. Ну, это вот мое соображение, замечание, может быть, авторы как-то это все используют, учтут, и где-то в статьях это обжуют, как-то обработают и как-то прокомментируют. Вот, и пару слов хочу сказать о названии, вот, это, не знаю, кто придумал название, но у меня есть замечание, я вот учусь у Леонида Ирбековича, у Рудскорова, который не стесняется давать замечания, и это вот такая взаимная критика, она улучшает, значит, существо, качество наших исследований. Ну, тут, может быть, мелкое замечание, но тем не менее, я бы хотел заметить, что, ну, если мы верим в закон сохранения энергии, то энергию нельзя генерировать, ее можно только преобразовывать. Поэтому то, как раньше называлось, вот, как-то преобразователь, там, тепловой, или генератор тепловой энергии, вот это было правильно, на мой взгляд. А вот называть вашу установку, вот, генератор энергии, энергогенератор, вот это что-то не очень мне нравится, хотя, может быть, я не совсем прав. Ну, вот такой у меня комментарий. В принципе, мы видим вот доклад, который, спасибо Михаилу Юрьевичу, мы видим доклад, что мощная команда, вот, квалифицированных людей подтвердила, подтвердила, о чем говорил Анатолий Иванович, подтвердила результаты, сделанные в другой лаборатории, в общем-то. И это очень важно. Вот совместное, параллельное, это первый раз, вот, я такого, как бы, ну, у нас пока такого не было. Спасибо Михаилу Юрьевичу. Если у кого-то есть еще выступление по результатам этого доклада, то, пожалуйста, но я не вижу выступления больше. Можно мне все-таки... Да, тогда вот автором, автором, ну, автором Марин, в общем-то, но Климов там тоже, по-моему, автор. Ну, конечно. Которое, вот, устройство, которое, вот, ну, по сути дела Михаил Юрьевич уже озвучил. То есть, на самом деле, это подготовка к некому там, ну, значит, внедрению, подготовке к производству, так сказать, но тех или иных, значит, реакторов для получения чего? Тепла и электричества, так сказать. Вот, значит, мы планировали это устройство именно для этого. Но для того, чтобы, значит, вот у меня, если НИР, то это вот уже, мы планировали это как ОКР. Значит, ОКР, а для этого нужно было решить много, значит, технологических причин, которые, вот, по сути дела, на группу Михаила Юрьевича легли. В первую очередь, это источник питания. Ну, у нас был, что, источник тока, то есть балластник съедал огромное количество, значит, мощности, 50%, известно, съедает балластник. Вот Михаил Юрьевич, он, значит, заказали источники питания, сейчас уже делают без балластников, и вот компактные такие, значит, источники, которые уже смотрятся, ну, так, в модели, готовые для производства, ну, совсем по-другому. Во-вторых, ресурс, ну, чего, вот ресурс, который мы, экспериментов, которые располагали, значит, в Ифтане, это максимум, там, ну, максимум 10 минут, а, так сказать, реально 2 минуты. Значит, балластники перегреваются, значит, этот самый теплоотвода не хватает, резинки подгорает, ну, в общем, технически, это не наука, это техника, которую, ну, вот, вот, так сказать, одни люди умеют решать лучше, а другие, вот, как я, хуже, значит, поэтому, значит, основная, конечно, проблема была перед Михаилом Юрьевичем сделать машину, которая ресурсные испытания могла бы пройти перед любым заказчиком, то есть, вот, это уже часы, то есть, порядка часа может работать вот такая установка, и это непростое дело, поверьте, довести от 2 минут до часа, вот, работу такой установки, значит, ну, и здесь приходило, пришлось уже отказываться от всяких, там, баллонных систем, делать, вот, воздуходувки регулируемые, ну, и тьма технических работ, которые сопровождались, вот, по проведению, значит, вот, автоматизации эксперимента, чтобы, ну, все это смотрелось для заказчика, так сказать, все делалось уже, так сказать, на промышленный образец, третья стадия, которого мы хотели, так сказать, освоить, значит, и надеемся освоить в дальнейшем, в будущем, поэтому, на самом деле, значит, давайте так, много и не будем по науке спрашивать от сегодняшней доклада, те цели, которые были поставлены, они успешно решены, и, значит, видно, что, вот, из доклада Михаила Юрьевича есть будущее, которое, ну, легко просматривается, как улучшить, вот, вот, конструкцию и эффективность этой установки, значит, для того, чтобы довести ее до промышленного образца. Ну, это, вот, краткое мое заключение, значит, Михаил Юрьевич, может быть, ты уже подведешь общий итог. Нет, ну, Владимир Живанович, большое спасибо, вы сказали, так сказать, абсолютно правильно, значит, может быть, у нас это плохо, так сказать, прозвучало, но еще раз я хочу, так сказать, остановиться на том, что задача наша, это внедрение или подготовка к, так сказать, внедрению, так сказать, внедрение в различные виды, так сказать, применения тех идей и тех фундаментальных исследований, которые под, так сказать, руководством Мактали Ивановича были, так сказать, проведены в Ифтане, значит, мы внедренческая, так сказать, компания, значит, если есть результат, мы этим делом занимаемся, значит, если мы этим делом занимаемся, это, значит, есть результат, вот и все. Ну, это стадия ОКР. Это абсолютно правильно прозвучало у Климова в докладе. То есть это не НИР, а ОКР. Это очень здорово. По сути дела, на моей памяти, это первый доклад по ОКР, по нашей технологии. Это очень здорово. Это серьезный шаг вперед. Друзья, у нас, по сути дела, спасибо Михаилу Юрьевичу, спасибо Анатолию Ивановичу. У нас, по сути дела, на сегодня все закончилось. Мы очень оперативно за полтора часа отстрелялись. Следующий вебинар будет, у нас сегодня было хорошее присутствие, более 43 человека было. Следующий вебинар будет 16 ноября, через три недели. Почему 16? Потому что я, к сожалению, уезжаю. Почему не через две недели? Я, к сожалению, уезжаю. Немножко отдохнуть нужно. И 16-го будет выступать Анатолий Иванович уже с научными какими-то результатами по аналогичным технологиям. Там еще были интересные результаты, полученные по конверсии воды в метан. Вот это там тоже очень интересно. У него фантастически интересные результаты. Друзья, всем спасибо и до следующей встречи 16 ноября. Видео я всем разошлю. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.